Они как-то прекращают свою жизнь чем-то иным, но не имея основания. Или это основание, оно очень слабое. Вы знаете, когда строится здание, и есть ли основание, есть ли фундамент, он слабый, как бы мы ни старались сделать все правильно, как бы мы ни старались все сделать красиво, но когда мы возведем это строение, рано или поздно оно даст трещину. Сегодня даже очень многие христиане, пропуская вот эту основную вещь, этот фундамент, начало христианской жизни, начало семейной жизни, делают его как-то на поверхности, не углубляясь в Слово Господне, не ставят в основе жизни своей Иисуса Христа и приходят какие-то испытания в жизнь. И мы видим, что бывают падения, и падения очень великие. Это не только говорится, я не только хочу сказать, что это в духовной стороне, с духовной стороны только так. Даже в нашей такой повседневной жизни, если мы делаем начало что-то неправильное, то мы не можем ожидать, что в конце у нас что-то получится. И так же и особо в христианской жизни. Когда мы начинаем наше хождение с Богом, давайте будем наше начало, чтобы оно было основано на Иисусе Христе, чтобы оно было углублено. И тогда, когда придет это испытание, мы не будем иметь это поражение. Да, мы часто спотыкаемся, падаем, но когда наше основание насильно, мы можем восстановиться. Да, поможет нам Господь, чтобы мы правильно ходили пред Его лицем, чтобы все наши начинания, все, что мы не делаем, оно было основано на Слове Господне, чтобы оно не шло в резонанс с тем, чему нас учит Господь. И сейчас мы будем молиться. Мы попросим Божьего благословения на это служение. Попросим, чтобы Господь благословил нас в нашей жизни. И даже если мы падаем, чтобы мы укреплялись в истине, подымались и шли за Господом. А Ему пусть будет слава. Аминь. Будем молиться. Любящий Господь наш Бог, благословляем Твое святое имя, превозносим Тебя. Аллилуйя. Мы благословляем Твое святое имя, хвала Тебе, Боже наш. Аллилуйя. Честь Тебе, величие и поклонение, Отец Небесный Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Господь, милостью Твоею, Ты нас сохранил до сегодня. Аллилуйя. Честь Тебе, величие, Господь и Бог наш. И преклоняясь пред Твоим лицем и благословляем Тебя, ибо Ты достоин славы, Ты достоин хвалы, Ты достоин поклонения, Господи, обаучи Дух Святой. Величие, честь и поклонение Тебе, Отец Небесный Господи. И предстоя пред лицем Твоим, мы просим милости. Тебя, Боже наш, как часто мы падаем, спотыкаемся, но Твоя сильная рука, Господь, она сильно поднимает, Господь. Аллилуйя. Скереби душа, Тарамин тура, милость, Боже наш, и мы просим милости от Тебя, Господь. Дай нам силы, дай нам, Господь, свято ходить при лице Твоем, Господь. Дай нам, Господь, исполнять волю Твою. Арбетекир, ментурабаду, шаторамин тура, милость, Господи. Не оставь Ты нас, мы призываем имя Твое, Святое, Арбетуски, ментурабаду, шаторамин тура, милость, благословляйся, Дорогой Господь, благословляем Твое, Святое имя, и превозносим Тебя, хвала Тебе, Боже наш, что Ты, Господь, любишь нас, не по делам нашим, не по заслугам, но, Господь, но из милости Твоей, хвала Тебе, Боже наш, что Ты, Господь, пролил Свою святую кровь, для того, чтобы нас примирить с небом. Слава Тебе, Отец Небесный, Боже наш. Господи, и мы, стоя при лице Твоем, в немощи нашей, осознаем, Господь, как мы бессильны, беспомощны без Тебя, но Тебя наша надежда, Ты есть наша сила и наше упование, Господь, хвала Тебе, Боже наш. Господи, и мы признаем, что мы бессильны, и что мы часто падаем, Господь, но просим Тебя, Отец Небесный, простирай Свою руку милости и до дальше к нам. Боже, когда приходят какие-то испытания в жизни нашей, когда приходят какие-то болезни в жизни нашей, Господи, Ты простри Свою руку, Отец Небесный, яви Свою помощь. Мы просим во имя Иисуса Христа, Господь наш. Мы просим также, благослови, Господь, это служение. Пусть Дух Твой святой, пусть сила Твоя, она сегодня еще, и еще, Господь, касается наших сердец, Отец Небесный, говори Ты к нам через Слово Твое, через песнопение, Господь, через стихотворение, наставляй нас, научай, Господь, вразумляй, Отец Небесный. Мы все это просим во имя Иисуса Христа, а Тебе пусть будет слава и хвала, Отец Небесный, Дух Святой. Аминь. Аминь. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И Бог позовет крови, Верит ты. Любованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, Ждал я Тебя. В ночи жизни любая беда, Сон на море трудая волна, И в теклу вопросе укреси, Сон не смеси. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И долгой совет крови, Верит ты. Любованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, Ждал я Тебя. Крепившись с любовью Отца, Веря в дженту Иисуса Христа, Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И долгой совет крови, Верит ты. Любованье мое и покой, Я однажды вернусь домой, И услышу Твои слова, Ждал я Тебя. Божья нас защита, Божья нас защита, Божья нас защита, И огонь навек. С Ним не убоимся, С Ним не убоимся, С Ним не убоимся, С Ним не убоимся, Мы врагов поверь. Выра покой, Я сосудом Его здоровья. Выра покой, Я сосудом Его к ней, Вырун с дождиками Мож原а 36, И пусть Сашество, и пусть Твою народ, Последуй, и пусть Твою, и пусть Седержителю Творцу. Великой Господь, сучитель сей, На небесах и на земле, В пламе сердца соедини, Склоним главу, пойдем пред Ним. Велик наш Бог, всесилен Бог, И страшный днем, и победит, Великим все Его дела, И за любовь Ему хвала. Славьте все, славьте все Бога с ним, Великим наш Бог, всесилен Бог, Наш Бог, нас защищает, Великим наш Бог, Наш Бог, всесилен Бог, Наш Бог, всесилен Бог, Наш Бог, всесилен Бог, Великим наш Бог, Великим наш Бог, Случит гостей, Наш Бог, На небесах и на земле, Наш Бог славен, Бог упадет пред Ним. Аминь. 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 Исследовали сами себя, судили сами себя, то не были бы судимы. И второе место, 2 Коринфянам 13 глава, 5 стих. Испытывайте сами себя, верили вы, самих себя исследуйте. Если вы не знаете сами себя, что Иисус Христос в вас, разве так ли вы не то, что должны быть? Дорогие братья и сестры, тут Слово Божие нам показывает, что мы должны проверять себя нежедневно. И проверять, действительно ли Христос живет в нас. И, как я говорил, христианин, это есть тот человек, в котором Христос живет. И если мы действительно христиане, мы будем исповедовать Слово Божие. И еще одно место я хочу прочитать, 1 Коринфянам 15 глава. С первого стиха. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, которым и уверовали, утвердились, которым и спасаетесь. Если преподаны удерживались так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погружен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Еще одно место. Риблина, 10 глава, 8 стих. С 8 стиха читаю. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Его не постыдится. Здесь нет различия между иудеями или еленом. Потому что один Господь у всех, богат для всех, призывающий Его. Ибо всякий, кто призывает Его имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Дорогие братья и сестры, также слово нам напоминает, что христианин есть тот человек, который исповедует Слово Божие. И как тут написано, христианин, он будет не бояться, он будет исповедовать и говорить о Слове Божьем. Неважно это где, на работе, или в церкви, или где мы находимся, но Слово Божие показывает нам, христианин, он желает проповедовать Слово Божие. И также, другое, которое я хотел в наше внимание направить, это о чем мы проповедуем и во что мы верим. Часто мы видим, что мы видим много религий, много динаминат, даже христианство. И даже у меня бывало, на работе спрашивали, я говорю, что я христианин, они мне спрашивали, а какой ты христианин? И мне так смутило меня, потому что есть разные христианы на этой земле, и мы можем, нам что-то не понравилось в этой церкви, мы можем пойти в другую церковь. Может, что-то нам не так сказал, так, то мы где-то ищем или место, где собираться с людьми, где оно больше к нам подходит. И мы таким способом делаем своего Христа, но нам Господь оставил Слово Божие, и Он пришел на землю и дал нам эту Евангелию, которую мы можем себя проверять. И важно нам, чтобы мы проверяли себя, Писанию этому. Читаю еще Иоанна 2, глава 24 стих. 1 Иоанна. Итак, что вы слышали от начала, то, что пребывает в вас. Если пребывает в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребывайте во Сыне и Отце. 2 Коринфянам 11, глава. 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змей, желающий змей хитростью своей привлестил Еву так, и ваши умы не повредились, уклонившись от простотя во Христе. Ибо если бы кто придя начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, который не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Галатам 1, глава 6 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову, Христову так скоро переходите к новому благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас, желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорим, как благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». «Люди часом меняются. Это поможет нам Господь, чтобы мы придерживались этому Слову и исполняли его в точности. Аминь». «Слава Богу». «Слава Богу». «Слава Богу». «Слава Богу» «Слава Бог» Сынам пришли, Велика звеней, Дякуем за все поминь. Треба силы величины На вечной тюрце полетай. Не забудь креста приняты сна, Сын, житя его и дай. Боже, милый дай, Жениц святого, Памяток и кровь твою любовь. Сынам пришли, Велика звеней, Велика звеней, Велика звеней, Памяток и кровь твою любовь. Росслабляй его все життя, Памяток и кровь твою любовь. Сынам пришли, Велика звеней, Дякуем за все поминь. Памяток и кровь твоя любовь. Иисус, вся жизнь моя сокрыта, Лишь Тебе, Ах, Господь, Спаситель мой, И любовь Свою сиянет светом, На проле растет и долгом, Только Ты, Хранитель мой Сесиний, У Твоей груди покоюсь я, По прекрасным по житям обильным Край небесный Ты ведешь меня. По прекрасным по житям обильным Край небесный Ты ведешь меня. Вижу я Твои блага и нянь, Вижу я Твою родную любовь, И лепую сердцем, что страданье, Ты меня поддержишь вновь и вновь. Только Ты, Хранитель мой Сесиний, У Твоей груди покоюсь я, По прекрасным по житям обильным Край небесный Ты ведешь меня. По прекрасным по житям обильным Край небесный Ты ведешь меня. И когда пристанут пред Тобою, Славный Дерев на плене Твоего, Не отменили, не отменили, Не отменили, не отменили, Но припием от Сына Своего. Только Ты, Хранитель мой Сесиний, У Твоей груди покоюсь я, По прекрасным по житям обильным Край небесный Ты ведешь меня. О прекрасный по житям обильным Край небесный Ты ведешь меня. Славный Дерев на плене Твоего, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 что есть на земле еще та разрушающая сила, которая противодействует, а, в частности, единство церкви. Как бы то ни было, и брат передо мной заметил, сегодня люди, которые оточивают нас, часто нам задают вопрос, почему так? Вы знаете, Христос сказал одну такую прикметку для своих ученых, что люди, дивлячись на вас, почему будут узнавать, что мы мои ученики? По чему? По чуду, который будет творить? Чи может по той силе, где вы будете бесовы сгонять, еще что-то делать? Скажите, подскажите мне, для Хористос я задам вопрос, это мои собрания, по чему люди узнают, что апостоли его ученые Иисуса? По чему? Дякую, ответ правильный. Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Знаете, Сатана просил Иисуса Христа, однажды и сказал, дозволь мне идея, сияти их, как пшеницу, маючи в виду кого? Апостоли. И Христос эту истину раскрывает ученым. Вы знаете, что про те меня просил Сатана? И, дивлячись на Петра, Иисус скажет, Петр, я молился о тебе, дабы не ускудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Цель Сатане сияти. И, когда враг бачил устройство, когда враг бачил, что церковь росте, церковь будуется, вы знаете, как сегодня на ранее Богослужине было зачитано, что были те враги, которые вкрадалися, которые хотели разрушать. Хотя они прикривалися, что мы вам поможем, мы вам будем сопутствовать. Но это была разрушающая сила для церкви. И тому сегодня так необходимо, чтобы тот враг, который бежит сердце, чтобы он не зайшел в сердце, чтобы ему не дать места в сердце. До сердца ему Бог позволяет, он может, но в сердце, хай Бог сохранить и не допустить, и брат перед мною нагадывал, что много вещей читал про то, чтобы мы особливо бодрство не пильнували, чтобы ця разрушающая сила не воздействовала в нас. Я хотел бы на приобразе ось этого псалма, чтобы Дух Божий сегодня мне и каждому из нас открыв детали, как часто враг воздействует на то, чтобы разрушать, чтобы братцы разом не жили. Ему завидно, ему это не нравится, когда братцы живут разом вместе. Когда мы смотрим на псалом Давида, мы можем сказать, ну, мог бы Давид сказать про своих братцев, что хорошо, у меня семеро братцев. Чи вы хоть одну фразу нашли, что Давид так сказал, я не нашел. Хибо что только один раз находил, что они были вместе, это под батьковой крышей, за столом батька в хате. И то все. Мог Давид сказать, как хорошо, что у меня есть братцы, семеро братцев. Не мог. Там був Иллиал, здоровечий, крепечий, который назвал Давида с дурным сердцем. Но все же таки хотелось бы придивиться пильнейше и подумать где Давид спостерегал, где Давид бачил оцю картину, как хорошо и как приятно жить братцы. Вы знаете, я нашел, я хотел бы, возможно, это не так точно, но я хотел бы свои думки отобразить. Однажды Давид высказывает таку мисль, делится своими советниками и каже, вы знаете, я цар, я на троне, я в меня корона, я цар, но есть сильнейший за меня. И он показал на трех братьев, которые были военачальниками его войска. Это Иав, Авеса и Асаил. И Давид говорит, они сильнее меня. Так написано. Можно было бы сказать, как же так, ты же Давид, ты цар, ты сильней. Так кроме того, он и физично был сильней. Физично был сильней, крепкий муж. Но Давид был один. Давид был один. А их было трое. И Давид понимал, они сильнее меня. Но давайте мы поднимемся, как враг хотел разрушить и тих трех братов тоже. Когда не стало Саула, он погиб, Авенир, который был начальником Царства Саулового, начал давать сопротивление или противодействие в том, чтобы Царь Давид воцарился. Хотя Давид уже 10 лет царства в Хевроне, но Авенир не так просто хотел выдать царство подцарствование Давида. И вот однажды Авенир вырешивает для того, чтобы воювать и с Давидом. И вот между ними сквалася война. Авенир со своим войском, а Давид со своим войском. И они вступили в сражение. И это сражение было достаточно жестким. Дуже жестким. И слуги Авенира не устояли. Авенир начал бегать. Они понесли великое поражение. И вот Иоав и своими братями начал преследовать Авенир. И в преследовании за Авениром среди этих братов выделяется Асаил. Он был самый молодший. И когда он догонял Авенира я себе так вважаю я себе так рассуждаю напевно оцей молодой человек думал вот враг Израиля вот вот той которого я поражу он убегает от меня. Авенир уже старший мужчина не так ему было легко бегти. А Асаил бег и отстань между ними сближалась и сближалась Можливо где-то позаду був Иав який був старший набагато від Асаила Можливо він тоже нас доганяв своего брата Можливо он ему гукал гей подожди куда ты спешишь Но Асаил був переповнен энергии это молодая людина которому кажется вот победа в моих руках вот я поражу врага Можливо до него приходили думки как это будет славно я поразил Авенера но Асаил не задумался что перед ним военачальник перед ним человек военный опытный и Авенер обращаясь до Асаила кражет гей слухай возьми себе за кем другим бежи что ты бежишь за мною я поражу тебе Асаил даже про это не подумал куда ты поделешься я тебя наздагаешь вот вот победа вот вот Асаил паразита Венера да да это 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 так кажется это может было в мислях Асаила и вдруг этот опытный воин который захотан бежит втекает Асаил поспешил пораз не мог быть стало одного из них но история не закінчивается в ней продовжение проходят руки Давид уже воцарився Давид уже царствует но вот тут враг тоже позавидовал враг он никогда не спит и сириане разом с муамитянами решили воевать с Израилем и они разделили два фронта, они с одной стороны нападают и с другой стороны нападают и вот этих двоих братьев, которых было трое осталось двое подходят друг друга и заключают завет и кажут и я в обращающийся каже дайвес, послушай я выступлю против сириан, а ты выступи против амунитян но наблюдай за мною и если сирийцы будут одолевать меня прийди на помощь мне а если мы не тянем тебя, будут одолевать я прийду на помощь тебе и будем стоять вместе за города Бога нашего и вы знаете ихний союз был крепкий когда настало сражение Бог им дал победу они так надеялись они сказали а Бог знает что решить Бог знает как дать победу и Бог им дал победу как хорошо и как приятно жить братьям вместе и Давид делает два таких поревнянья первое из этих поревнянья как елей на голове Араронова стекающий на бороду стекающий на одежду стекающий на края рис его Давид понимал я себе так сопоставляю чему вот он делает таке поревнянья возможно он понимал что это особенное Божие помазание особенное Божие благословение и он знает что оно только тогда когда братья вместе сказалось дивлячись на цей вираз дивлячись на это что Давид сопоставляет или делает таке поревнянья елей драгоценный и сливался на голову первосвященника на голову Арона и он предназначался только для головы но там когда братья вместе там обилие Божьего елей и он не только на голове Аронов он стекает на бороду он стекает на одежды он стекает даже на края рис его но Давид дивился на 12 колен израилевых которые были расшиваны или жили на Палестине и он наблюдал и думал как добре когда Бог дав мир спокойно 12 колен израилевых и он делает второе сравнение как хорошо как приятно братья вместе жить вместе это как роса Ермонская сходящая на горы Сион я читаючи это место подавился карту нашел эту гору Ермон я думал где что-то гора Ермон но гора Сион мы знаем где это храм там построенный в Иерусалим а гора Ермон вы знаете где очень далеко 250 километров от горы Сион до горы Ермон вы знаете где гора Ермон расшевана в Сирии там где самая большая врага Израиля у подножия этой горы Ермон находится город Дамаск и это одно из самых прекрасных куточков земного шара потому что благодаря вот таким климатическим умовам там обильная роса и люди которые живут в Сирии они понимают что там даже дождя не треба один один из исторических описывал когда они ранее проснулись вошли из палаты они думали что в ночи був дошть такая была обильная роса и там растительность така обильная что много таких видов растительности где нигде в свете не росте только там росте в подножии горы Ермон гора яка вкрита вечными снегами которые никогда не растают но задается вопрос я себе так рассуждаю Давид делает так сравнение мне казалось оно нелогичное 250 км не уже Боже роса вот там Сирии Зермона прийти на горы Сион это неможливо ну 250 км но вы знаете я думаю Давид не помолился если братя вместе роса прийде роса прийде даже от врага от самого сильного врага ненавистного врага евреев прийде роса для того чтобы охладить для того чтобы принести влагу горам Сион потому что там завжди засуха это пустинное место там завжди не хватает води не хватает влаги для життя и когда мы с вами смотрим на этот стих смотрим на этот Псалон мы видим как чудно Давид глибоко усыняет и понимает как хорошо и как приятно жить братья вместе но я еще одну деталь хотел бы нашу вернуть когда мы в важности сегодня были нам было сказано еще одно такое слово которое я бы хотел бы подметить и на него вернуть особливую увагу где Бог каже что-то что-то Субтитры создавал DimaTorzok